На днях, которому исполнилось бы 80 лет, то время было прекрасным, оно было порывистым, оно было очень трудным. Люди впервые узнали, что у них есть права, есть чувство собственного достоинства. Люди узнали, что такое быть хозяином своей собственной судьбы. И мы должны помнить то, что тогда было, то, какое время было. Миллион человек вышли бороться за свою свободу и рисковать своей собственной жизнью. Давайте тоже будем рисковать своей собственной жизнью, если это понадобится, чтобы жить в свободной стране. Чтобы мы, наши близкие, никогда не знали, что такое рабство, что такое стыдиться своей страны. Давайте тоже, скажем, свобода или смерть, как бы пафосно это ни звучало. Ведь чекисты, которые находятся у власти, как только они видят, что мы готовы жизнь свою положить на это дело, они начинают бояться, они начинают отступать, они дрожат. 20 декабря 2000 года Владимир Путин принимал своих коллег ФСБшников в Кремле. И он тогда объявил, спецоперация номер один по приходу к власти успешно завершена. И взрывы домов в 1999 году были частью этой спецоперации, как мы сегодня можем рассуждать. Я предлагаю, как только мы придем к власти, не оставлять это так, а устроить расследование деятельности Путина, его мафиозной группировки. Я предлагаю распустить ФСБ. Мы должны помнить не только то, что хорошего было в 90-х годах, но и то, какие ошибки были совершены. В частности, оставили КГБ, как тут Дамича сказал недавно наш коллега. Мы не должны повторять эти ошибки, а должны разогнать так их, чтобы они друг друга не видели. Да, на другие концы страны. И создавать новые спецслужбы с нуля. Вот. И все это прописать. Так что давайте, друзья, бороться за свободу, помнить чувство собственного достоинства. И никогда не будем забывать то, что плохого сделал Путин и его режим. Потому что наш народ очень любит забывать. Спасибо.